Секрет роскошного комнатного цветника прост. Растения нужно хорошо подкармливать, иначе не дождаться ни пышной листвы, ни хорошего цветения. Жесткая диета, когда растение длительное время испытывает нехватку питательных веществ, обычно приводит к заболеванию, ведь сил для сопротивления у растения нет. Но как правильно составить меню для зеленых питомцев, учитывая их разные вкусы. Практически все растения любят сахар, а кактусы вообще великие сладкоежки. Можно перед поливом рассыпать 1 чайную ложку сахарного песка при диаметре горшка около 10 сантиметров по поверхности грунта или напоить растения сладкой водичкой пол чайной ложки сахара на пол стакана воды. Хороший эффект дает подкормка красиво цветущих касторовым маслом 1 чайная ложка на 1 литр воды во время завязывания бутонов. Очень полезна для растений древесная зола и в качестве питания, и для профилактики заболеваний. Для приготовления зольного раствора 1 столовую ложку золы нужно залить 1 литром горячей воды и настоять 1 неделю, иногда перемешивая, полив таким раствором 1 раз в 10 дней. Поливать растения можно таким настоем. Берем корочки гранатов или любых цитрусовых плодов, заливаем их холодной водой и выдерживаем сутки. Все, питательный настой для полива готов. Иммунитет комнатных растений отлично повышает опрыскивание раствором аспирина. Одна таблетка растворяется в 1 литре воды. Разбавленный сок алоэ тоже подходит всем распространенным комнатным растениям. Надо 1 чайную ложку сока развести в полутора литрах воды. Фикусы можно раз в месяц поливать подслащенной водой. На 1 литр воды берется 1 чайная ложка сахара. Листья этих растений можно протирать молоком. Это придаст растениям блеск и красоту. Грибной настой поможет вашим растениям выглядеть здоровыми и красивыми. Замочите измельченные съелобные грибы в пропорции 1 к 1. Через сутки настой слейте, а грибы еще раз залейте водой. Через сутки грибная вода для полива будет готова. Фиалкам понравится такая подкормка. Возьмите 1 ампулу витамина В12 и разведите в литре воды, естественно, отстойной. Подкармливать фиалки таким витаминчиком можно 2 раза в месяц. Банановую кожуру, которая богата калием, магнием и фосфором, можно использовать при пересадке растений. Поверх дренажного слоя уложите слой мелко порезанной или прокрученной на мясорубке банановой кожуры, засыпьте ее грунтом и посадите растения. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, нам будет очень приятно! Субтитры создавал DimaTorzok